Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. Совсем скоро начнутся работы на огороде, начнется сезон подкормок и посадок. Многие стараются применять на огороде натуральное удобрение, в частности золу. Однако нужно учитывать нюансы ее применения для различных растений и на различных типах почв. Древесная зола содержит до 75% кальция, до 13% калия, до 7% фосфора, а также различные микроэлементы, такие как марганец, цинк, сера и другие. Древесная зола имеет щелочную реакцию, а значит ей нельзя подкармливать растения, которые любят кислую почву, такие как голубику, верески, рододендроны, гортензии и многие другие. Зола послужит отличным удобрением для многих овощных культур, особенно для тех, которые предпочитают нейтральные почвы с уровнем PH 7 и выше. Это такие культуры, как капуста, огурцы, тыква, фасоль, горох и многие другие. Золу под такие культуры можно вносить как в сухом виде, так и готовить водный раствор. Для использования в сухом виде есть определенная норма внесения. Она составляет 100-200 грамм на метр квадратный. Если же вы используете зольный раствор, понадобится 1 стакан золы, 1 стакан уксуса на 10 литров воды. Многие спрашивают, зачем в данном растворе уксус? Уксус нужен для того, чтобы активизировать усвоение кальция из золы. Особенно такая подкормка будет полезной для томатов, которые часто болеют вершинной гнилью из-за недостатка кальция. Бытует мнение, что золу можно вносить с различными аммонийными азотными удобрениями. Однако это большая ошибка. Так как зола имеет сильную щелочную реакцию, то при попадании аммония в такую среду весь азот улетучивается и растения попросту не получают азота. Поэтому совместно с золой ни в коем случае нельзя вносить аммонийные азотные удобрения, такие как аммофоска, например. Вносить аммонийные удобрения после применения золы можно не ранее, чем через 3 недели. Также золу нельзя смешивать с такими удобрениями, как суперфосфат либо фосфоритная мука. Дело в том, что при их совместном внесении фосфор перейдет в труднодоступную форму для растений. По этой же причине нельзя вносить золу после известкования либо недавно проведенного известкования почвы. Многие вносят золу непосредственно перед посадкой картофеля, однако следует соблюдать определенные нормы внесения. Золу под картофель лучше вносить за год до посадки, либо вносить осенью под перекопку в небольшом количестве. На метр квадратный примерно 100 грамм золы. Дело в том, что зола создает щелочную реакцию, а это благоприятные условия для развития парши картофеля. Картофель предпочитает расти на слабокислых почвах. Если у вас почвы щелочные, то велик риск развития парши. Но ситуацию можно исправить. Есть иной вид золы. Это зола от сжигания каменного или бурого угля. Данная зола, в отличие от древесной, обладает кислой реакцией, благодаря наличию в ней сульфатов. Кроме того, в такой золе содержатся силикаты, а значит растения будут получать необходимый кремний, как микроэлемент питания растений. Для подкисления почвы, а также борьбы с паршой картофеля, вносят под перекопку один стакан такой угольной золы на квадратный метр площади. Также не следует применять золу на щелочных почвах. Щелочная реакция почвы затруднит усвоение растениями многих полезных элементов питания, и растения будут развиваться плохо. В обязательном порядке применяйте золу на огороде правильно, и тогда у вас будут урожаи хорошие, а растения будут развиваться правильно. Спасибо за внимание. До новых встреч!